Народ, всем привет! Я уже когда-то делал на канале обзоры на всякие системы искусственного интеллекта, которые сами рисуют картинки. Это был, например, Chimera Painter от гугла в 2020 году и видео у меня аж с семнадцатого года, где система на нейросетях могла рисовать котов. Обе эти системы работали на заданных контурах, то есть вы рисуете очертания кота, например, или очертания пейзажа какого-то в Chimera Painter. И искусственный интеллект дорисовывал все остальное. А сейчас у нас середина 2022 года и вовсю разрабатывается самая прогрессивная система. Называется она DALI 2. Релиза пока еще никакого не состоялось, но разработчики выложили в открытый доступ некоторые бесплатные модули, на основе которых энтузиасты собрали свои системы. И программисты на сайте Hanging Face сделали свою версию, собрав эти модули новейшей системы, назвали ее DALI Mini. Самый интерес в том, что здесь не нужно вообще ничего делать, не нужно рисовать контуры, достаточно просто короткой фразы, чтобы этот алгоритм нарисовал что угодно практической. То есть прогресс за эти годы очень большой. Работает это следующим образом. Существует здесь только одна строчка, в нее пишем какую-то короткую описательную фразу того, что мы хотим видеть на картинках. Например, напишем такую прикольную фразу. Pacman распаковывает планшет от вакуума. Нажимаем на кнопочку Run. Если сервер недостаточно загружен, то есть здесь очень большой наплыв людей, очень много желающих проверить, как работает алгоритм. Если такой критичной загрузки не будет, то он начнет обрабатывать картинку. Обработка занимает достаточно большое время. То есть вот эти вот циферки, которые здесь крутятся, это не проценты, дойдя до 100 процентов. Ничего не произойдет, это просто, я так понял, счетчик секунд. Ну и здесь есть такой индикатор загрузки. Обычно картинки появляются при отметке больше 110 где-то, то есть где-то две минуты может рендериться картинка. Давайте немножко ускорим и остановим паузу, когда уже будет показан результат. Вот такие вот картиночки получились. Заняло, значит, производство всех этих девяти картина две минуты, чуть больше двух минут. Ну и вот как-то так искусственный интеллект видит распаковку планшета от вакуума мистером Пакманом. Честно говоря, даже обычный человек с трудом себе такое представит. И то, что искусственный интеллект показывает здесь логически связанные какие-то изображения, то есть наличие Пакмана, наличие именно графического планшета. Все это вот предоставляется в таком презентабельном виде. Это говорит о большом прогрессе среди вот этих вот систем, которые с помощью нейросетей строят картинки. Давайте посмотрим, как этот алгоритм справляется с более какими-то привычными вещами, которые выражаются в таких вот простых описательных фразах, как, например, «King cat on a beach», «Король кот на пляже». На всех девяти картинках отображены коты, но не везде есть какие-то атрибуты, связанные с их королевским уровнем, который присутствует в нашей фразе. То есть на первой картинке не очень корректно отображенный кот из-за того, что здесь один глаз у него, какой-то кот-циклоп, но у него есть корона, сами очертания кота хорошо прорисованы, лапы на месте, голова на месте, хвост на месте. Этого всего раньше в подобных системах просто не существовало. То есть то, что сейчас показывают вот эти алгоритмы, это просто удивительно. Вот самая подходящая картинка. Получается вторая. Здесь и некое подобие короны видно, и кот, лежащий на пляже. Все реализовано в точности по описательной фразе, за исключением, конечно, деталей. Глаза, нос и так далее. Это здесь отсутствует. Остальные картинки тоже, конечно же, интересные. Вот даже на третий тоже какой-то здесь есть атрибут, какой-то золотой ошейник, видимо, свидетельствующий о статусе этого кота-короля на пляже. Ну а на других картинках просто лежит кот на пляже без каких-то атрибутов королевской знать. Вот на этой картинке почему-то здесь два кота показано. И искусственный интеллект решил, что одного короля на пляже будет маловато. Нужно побольше. На всех картинках присутствуют какие-то странности с деталями. На последней хотя бы есть правильное очертание деталей глаз. Картинка полностью сгенерирована машинным образом. Даже здесь есть прерывание какое-то на заднем плане вот этой волны. То есть между ушами, волна прерывается, что говорит о полном искусственном происхождении этой картинки. То есть второй такой картинки нигде нету. Такой картинки нигде не найдете. Реально это очень большой прогресс таких систем. Давайте посмотрим дальше. Робот-кот в лесу. И посмотрите только на эти варианты. По-моему, это просто шедевры и это максимум, на что сейчас способна эта технология. Корректное понимание, что код должен быть роботизированным внешне. На всех картинках он находится на правильном фоне, то есть в правильной среде, в лесу. Все картинки по гамме, по цветам и сочетаниям при этом еще выглядят хорошо. Ну и некоторые даже удивляют. Я считаю, что в этом случае система до алюминия справилась просто на отлично. Да, понятно, опять какие-то странности в деталях, но если смотреть, знаете, как в самом главном принципе искусства от частного к общему, в общем здесь проведена отличная работа. Шикарный результат для искусственного интеллекта. Смотрим дальше. Код-астронавт в далекой галактике. Посмотрите на эти результаты. Все прорисовано абсолютно корректно. Все ключевые моменты, заданные фразы учтены. На девяти вариантах кот находится в скафандре на фоне каких-то разнообразных рандомных галактик. Эти результаты просто шокируют, просто восхитительно. Здесь вот у кота видны и лапы в скафандре. Вот это вот просто шедевр. А вот на этой картинке, если здесь правильно прорисовать еще второй глаз, это будет восхитительно, согласитесь. Здесь и кот достаточно милый. Здесь все великолепно. Дальше идут вот такие вот странные варианты. Один кот в скафандре, другой рядом с ним чилит. Без скафандра здесь тоже что-то непонятное. Оба выглядят как космонавты, то есть один полностью в скафандре, другой без шлема. И здесь какое-то сзади привидение. Ну и последний кот, я так понял, у него еще какое-то подобие наушников, что ли, здесь по бокам. Но корректно отрисованная картинка с заключением глаза. Детали, как мы уже выяснили, система обрабатывает не очень внимательно. Но в целом это просто удивительно. Насколько шагнул вперед прогресс в этих системах. Продолжаем дальше. Годила захватывает антарктический континент. Все картинки логически правильно скомпонованы и прорисованы. Годила есть и крупным планом, и мелким планом. Находится он где-то на северных землях и устанавливает там свои собственные порядки. Достаточно разноплановые картинки получились, но по гамме они таки все одинаковы. Возможно, если добавить еще в конце что-нибудь типа импрессионизм, картинки получатся чуть-чуть еще повеселее по цвету. Давайте смотреть дальше. Спайдермен готовит обед. Смотрите, что здесь выдает до алиминия. Значит, везде задний план представляет собой какую-то кухню. Место, где происходит готовка. Мне достаточно странным показалась картинка номер пять. Даже страшно представить, каким образом здесь происходит приготовление вот такого вот обеда со специфическим цветом. Ну ладно, воздержимся от комментариев. Каждый может критиковать. Попробуй нарисовать сам, что называется. Ладно, хорошо. В некоторых картинках я вижу, что алгоритм учитывает даже вот некоторое подобие растопыренных пальцев у спайдермена. Все эти алгоритмы работают по типу ассоциативному, как работают поисковики по картинкам Яндекс и Гугл. И вот эти всякие разные атрибуты человека-паука типа растопыренных пальцев. Все это искусственный интеллект может в некоторых вариациях учитывать. Это очень интересно. Смотрим дальше. Кот дает собаке ананас. Первая картинка. Ну более-менее здесь логически все понятно. Значит, кот как-то удерживает одной лапой этот ананас. Спереди собака. С процессом передачи тут не все понятно. То ли кот себе его хочет оставить, то ли передать собаке. Но очень здорово. Для искусственного интеллекта просто супер. И на первой картинке, если было с процессом передачи все непонятно, то здесь вот более чем. То есть кот прямо тычет собаке в нос ананасом, мол, набери, подавись. Правда, лапа у кота немножко странноватая, но по смыслу все понятно. Третья картинка. Аналогичная ситуация. Может быть с другого ракурса. Собаку настойчиво просят принять ананас, тыча его в мордочку. На четвертой картинка просто присутствует четвероногих каких-то и посередине ключевой элемент ананас. Здесь получается немножко обратная ситуация. Ананас уже, похоже, дают коту. Вот такие вот вариации искусственный интеллект решил сделать в таком виде. Ну, не везде собак, здесь больше похоже на какое-то другое животное. Но если учитывать, что это все отрисовывает искусственный интеллект, опять же, замечательно, конечно. Вторжение крокодилов из космоса. Как это видит искусственный интеллект, здесь на большинстве картинок просто крокодил в его естественной среде обитания. Какая-то илистая вода, плавающий крокодил, космоса вроде никакого не подразумевается. Кроме вот этих вот крапинок, которые, может быть, как-то похожи на звезды. Не знаю, если наложить сверху картинку с космосом, поставить opacity на 20%, может быть, получится что-то подобное. Здесь я не вижу вообще никакого присутствия космоса на второй картинке. А вот третья картинка, ну, это уже интересно. Какие-то космические скопления в виде большой пасти крокодила. Достаточно метафорично. Я думаю, такое могло подойти на какой-нибудь постер фильма ужасов, да, фантастических, где крокодилоподобные чужие вторгаются на Землю. Очень интересно. Четвертая картинка. Опять никакого присутствия космоса здесь не наблюдается. Самая веселая. Пятая. Крокодил здесь в каком-то мультяшном виде и не один. Здесь еще на заднем плане бегают крокодилы и какой-то реалистичный крокодил, вернее, часть его посередине. Отсутствие крокодила полностью. Опять же отсутствие крокодила. Здесь летает какой-то зародыш космического крокодила в непонятном совершенно воплощении. Ну и последнее, схожее с той картинкой про постеры. Космическое скопление в виде крокодиловой пасти. Ну, вот это вот, конечно, самое лучшее. Реально подошло бы на какой-нибудь постер. Мне стало любопытно, можно ли как-то улучшить здесь понимание этой фразы искусственным интеллектом. И я сделал еще несколько вариаций. Крокодилы-захватчики из космоса вторгаются на планету. Здесь почти никаких результатов, которые отражали бы заданную фразу. Вот только в последнем учитывается планета, но отсутствует крокодил. Еще одна вариация. Крокодиловый захватчик вторгается на планету. Просто крокодилы на природе. Ничего интересного. И последняя вариация. Это крокодил чужой атакует из космоса. Вот здесь вот прямо бинго. Везде присутствуют и крокодилы, и изображение космоса. Здесь у нас огромный крокодил, захвативший своими лапами планету. Летающий крокодил в космосе. Здесь даже крокодил что-то атакует. Да, у нас присутствует слово атака. То есть какой-то объект здесь атакуется. На этой картинке очень интересная форма у земли. То есть здесь один шар и тут еще один. Такая картинка не опрокатит. Дальше крокодил и какие-то бабахи, огненные вспышки. Крокодил что-то атакующий, что-то поедающий. Здесь есть земля, немножечко разделенная на заднем плане. Но также искусственный интеллект здесь добавил луну. То есть посмотрите, здесь на переднем плане есть кусок грунта лунного. То есть вот так вот. Интересная вариация. Ну и на последней картинке искусственный интеллект решил, что крокодил обязательно должен быть с отражением. То есть водное какое-то отражение из его естественной среды обитания. Но здесь оно, конечно, не к месту. Ладно, хватит с крокодилами. Давайте попробуем еще что-нибудь необычное. Синий пингвин покупает PlayStation 5. Множество картинок здесь синтезированы на каких-то презентациях. Здесь вот я вижу характерные фоны, где происходила презентация PlayStation, где рассказывали об ее функциях и особенностях. На многих картинках PlayStation просто отдельно, без пингвина почему-то. Здесь вот, кстати, интересно, какая-то форма геймпада получилась. Хитрый пингвин, который выглядывает сзади PlayStation. Ну и вот шестая картинка. Наконец-то на ней было учтено, что пингвин должен быть синий, но на ней отсутствует PlayStation. Такое вот исключение получилось. На остальных картинках исключили уже пингвина. Бой ежа Соника и Саб-Зиро из Мортал Комбата. Картинка номер один похожа на файт-скрин, такой разделенный, где Саб-Зиро против Соника готовится к битве. На второй картинке есть какой-то экшен. Видимо, Саб-Зиро хочет догнать Соника и никак не может. Ну а на третьей картинке уже есть какой-то тычок, то есть слово fight уже учтено. Соник выполняет апперкот и Саб-Зиро улетает в нокаут. Вот это очень интересно. Здесь уже очень неразозлившийся Соник отобрал, видимо, способности у Саб-Зиро замораживать воду и готовится к атаке. Хорошо принимается такой вариант. Зачет. Пятая картинка. Не совсем понятно, что здесь. Дальше у нас идут два Соника. Соник вместе с Тейлзем. Соник машет руками, видимо, в боевой какой-то позиции. Сзади просто так перемещается Саб-Зиро. Соник при этом дерется непонятно с кем. Ну и последняя картинка. Злой Соник тоже с каким-то существом из вселенной Соника. Саб-Зиро здесь отсутствует. То есть я напоминаю, что здесь алгоритм собран из тех доступных модулей, которые разработчики решили выложить в ранний доступ, то есть в свободном бесплатном режиме. Из них программисты собрали вот эту свою систему Дали-Мини, и она вот так вот бывает. То срабатывает хорошо, то не очень. Я думаю, что алгоритм Дали-2, когда состоится какая-то официальная система на его основе, будет уже намного серьезнее и результаты будет показывать просто ошеломляюще. Ну и напоследок давайте проверим такие фразы. Портрет Лавкрафта в стиле импрессионизма. Все сформированные картинки совершенно не похожи на Говарда Лавкрафта, но при этом все они такие зловещие, страшные и демонические. На некоторых картинках учтены даже щупальца, то есть какая-то привязка к главному существу, то есть ктулху. Она алгоритмом каким-то образом находится в интернете, выхватывается и синтезируется с мужским портретом, выдавая вот такие вот результаты. Но при этом алгоритм почему-то не нашел портрет самого Говарда Лавкрафта. На последней картинке из Лавкрафта сделали вообще и Фрейда. То есть вот этот портретик, он очень похож на фотографии Фрейда, которые можно найти в гугл поиске. Очень они прямо напоминают. Вот эта вот картинка более-менее такая нейтральная, все остальные зловещие и страшные. Такие вот ассоциации у искусственного интеллекта с Лавкрафтом. Давайте попробуем чуть-чуть ситуацию исправить. Веселый портрет Лавкрафта в стиле импрессионизма. Посмотрите, что в итоге получается. Стало позитивней, ну это как сказать. Опять же все лица достаточно зловещие, страшные. Шестая так вообще просто кошмар какой-то. Вы только на это взгляните. А на последней картинке форма лица чуть-чуть похоже на Лавкрафта, но при этом он здесь нарисован в виде Джокера. Вот уж совершенно не понимаю, каким образом этот алгоритм смог создать ассоциацию Лавкрафта и Джокера. Очень, очень странно. Ну и давайте закончим это видео на чем-нибудь позитивном, потому что результаты по Лавкрафту это просто жесть какая-то. Полет панды на ракете, немного в несогласованных таких вариантах. Здесь панда просто висит в воздухе, на остальных картинках вот может быть только здесь большой такой глаз панды, выглядывающий из иллюминатора. На остальных картинках просто ракета, летящая в космос. Итак, исходя из прогресса, который мы уже успели понаблюдать, эти системы демонстрируют уже очень интересный результат. Для рисования разных вариантов картинок вам теперь нужна простая лаконичная фраза. Если она не работает, просто можно попробовать разные вариации и алгоритм нарисует вам то, что вам нужно. Неплохие логические связки, интересная компоновка и в некоторых случаях даже классные результаты, все это уже присутствует сейчас. Несколько лет назад, когда я делал видео на эти темы, таких результатов и близко не было. То есть реально прогресс искусственного интеллекта заметен. Будем конечно же ждать полноценного релиза DALI 2. Никто пока не знает, будет ли он бесплатен, либо его будут интегрировать какие-то другие более серьезные проекты. В общем посмотрим, что будет. Ну а на этом все, ребят, всем удачи, всем пока!